Приветствую вас, если речь идет о таком сложном процессе, как интеграцию нового мужчины в вашу жизнь, да, и в жизнь вашего ребенка, то я бы сказал, что требуется достаточно серьезная и устойчивая работа со стороны вас, со стороны мужчины, который в вашу жизнь вошел, вот, и со стороны, возможно, еще и ребенка. Правда, может быть не в том, не в том значении, да, не в той степени, потому что ребенок все таки ребенок, но тем не менее, тем не менее, для начала, для начала, вам нужно понять, что мужчина, новый мужчина, он не может сразу выполнять роль родителя для вашего, ну, для вашего ребенка, потому что, как бы, это чужой ребенок изначально, и, как бы, мужчине нужно время, как, в общем-то, любому человеку, ему нужно время на адаптацию, как и вашему ребенку нужно время на адаптацию, вот. И родитель, да, это человек, который понимает ребенка, ну, в первую очередь, да, который имеет, ну, если угодно, такую силу, силу для того, чтобы понять, что ребенку нужно. Поэтому здесь рекомендуется, в первую очередь, работать именно с мужчиной и вами, да? То есть, например, вы ли в курсе, допустим, ваш мужчина о том, что у вас есть ребенок? Вот. А если он, ваш мужчина, был в курсе того, что у вас есть ребенок, то как человек планировал взаимодействовать с ним, как он планировал существовать с ним? То есть, вы должны были рассказать ему о том, какой это ребенок у вас, что с ним нужно делать, да? Вот. Вот. Ах, как, значит, с ним нужно, допустим, себя вести и так далее. Вы либо это сделали, либо нет. Мужчина либо хотел этого, то есть, он либо хотел в это, ну, например, вникать, либо нет. Ему это было либо важно, либо нет. Если ему это не важно, то о чем идет речь? Если ему это важно, то, возможно, следует подкорректировать поведение. И понятно, что, ага, значит, ну, поведение, поведение нужно корректировать. Вот. Это... Сто процентов. Это... Сто процентов, это вообще очевидно. Очевидно. Да? Ну, я надеюсь, вы отдаёте себе в этом вообще. Ага. Конечно. Конечно. Ага. Возможно, такая история, что... Ваш мужчина, да, он, ну, например, ревнует ребёнку, да, то есть, ему тяжело воспринимать ребёнка, потому что он как бы напоминает о том, что у вас до этого был другой мужчина, да, и как бы пытается подсознательно с ним соперничать, подсознательно с ним как-то бороться. Вот. То есть, включается как бы уже его ребёнок, ребёнок вашего мужчины, что неприемлемо в отношении с ребёнком, то есть, приемлемо, но в строго определённом уровне. Вот. То есть, если, если... Ааа... Вашу это... Такая ситуация происходит, то, ну, соответственно, здесь что-то не так, и нужно это исследовать, да. Тут нужно... Тут нужно самому... Ну, самому мужчине нужно помочь справиться с этим аспектом. Понимаете? Да, о чём идёт речь? Я надеюсь. Вот. А плача требуется до него, до мужчины, в первую очередь, донести их как ночь наобращаться с вашим ребёнком и так далее. Вот. Чтобы мужчина его понимал, чтобы мужчина осторожно входил во взаимодействие с ним. Вот. Чтобы там, ну, допустим, не перегибал палку, например, да, там, не вносил какие-то свои сразу правила, да, вот, которые могут быть навсегда полезны и так далее. Вот. Ну, и, конечно, требуется, возможно, работать и с самим ребёнком. Хотя здесь, конечно, здесь, возможно, лучше поможет либо детский психолог, либо просто взаимодействие с... Ну, ну, такое, несколько лучшее взаимодействие с ребёнком. Вот. То есть ваш вопрос, да, он вот так вот, так вот на него можно ответить. То есть вам и вашему мужу нужно обратиться к психологу вместе и вместе проконсультироваться по поводу проблем с ребёнком. Вот. Это один, один аспект. Дальше. Вы говорите, вы говорите, как сделать так, чтобы они, да, ну и вы, соответственно, вы, соответственно, не дописываете, не дописываете. Ну, наверное, вы и хотели сказать, чтобы они друг друга любили, чтобы они жили в гармонии. Так вот. Гармония, 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 да, достигается тогда, когда люди друг друга для начала хотя бы просто принимают. Вот. 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 Принимают друг друга. И первому нужно этот человек сделать, конечно же, вашему мужчине, если он любит вас и вашего ребёнка. Ну, то есть, если он любит вас и автоматически любит вас, он любит вашего ребёнка. Ну, по-другому отношения выстроить, значит, не получится. То есть, тут нужно только вот так вот, вот, только, только, только так. Вот. То есть, только принимать его атаки таким, какой он есть. и по-другому это, к сожалению, сделать невозможно, по-другому нельзя, по-другому это не работает. Не работает. Вот. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Есть, конечно, различные игры, которые, ну, могли бы помочь вам, да, которые могли бы решить проблему. Вот. Игры можете посмотреть у, например, Виржиния Сатиры. Ваша семья. То есть, так называется книга. Виржиния Сатир. Ваша семья. Например. Вот. Ага. Можете помочь, эээ, книга, Гиббинрейтер, общаться с ребёнком. Как? Это для вашего мужчины. Вот. Ну и, конечно же, ваши отношения с мужчиной также вызывают вопросы. Вопросы, потому что, вы меня извините, но если нет принятия ребёнка, женщин на женщину, которую он, по идее, любит, то, возможно, есть проблемы в ваших отношениях. Вот. Я это не беру с футуризиад наверняка, но рекомендую вам на этом своё внимание заострить, потому что, ну, потому что момент достаточно важный. Вот. В целом, вот так вот можно ответить вам на ваш вопрос. Очень мало вы написали, а делаю серьёзное. Вот. Вот. Поэтому я вам рекомендую выбрать эксперта на нашем ресурсе, вот. Я рекомендую выбрать вам эксперта на нашем ресурсе и поработать с психологом более приватно. Вот так вот можете раскрыть, возможно, те стороны проблемы, на которые до этого не обращали внимание. Да? Вот. Что здесь может быть и такая история, что ребёнок может быть ещё привязан к отцу своему, да? То есть он не хочет его отпускать, да? Может быть он надеется на то, что тот вернётся. Кстати, а какие отношения с родным отцом у, собственно, вашего ребёнка? Вот. Ну и так далее, да? То есть все вот это, все вот эти вот моменты, их, конечно, очень... Желательно бы определить, да, эти моменты очень желательно рассмотреть и разобраться. Потому что от этого зависит будущее ваших отношений. Ну, с мужчиной, ты с ребёнком. Вот. Что-то одинаково. Важно и одинаково. Необходимо как для ребёнка, так и для мужчины. Вот. Ну и для вас, я думаю, тоже это очень важный момент. Вот. Так что выбирайте экспертов, выбирайте экспертов и работайте. Вот. Возможно, вашему мужчине и вам может больше подойти работа с разными, разными экспертами. Возможно, с одним. Ну, нужно осматривать. Вот. Но хочу, чтобы вы поняли одну важную вещь, что у вашего мужчины, скорее всего, скорее всего, я не говорю о том, что это правда, но, скорее всего, у него есть некие сложности. Вот. Я пока не знаю, или это сложности конкретно в ваших отношениях, или это сложности у него, например, с самим собой. Вот. Это будет понятно при разборе. То есть нельзя, нет такого волшебного средства, да, нет волшебного рецепта, который сразу помог бы решить вашу проблему. Вот. Такого, такого средства, такого способа нет и быть не может. Вот. Проблема есть. Проблема есть. Она существует. Она существует достаточно, ну, часто возникает в такая проблема. Мне это нормально, потому что детям, ну, детям часто бывает тяжело. Вот. 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 И с этим нужно работать. Вот. Вот и всё. С этим просто, просто нужно работать. Если вы готовы, то милости просу. Так, также нужно понять чувства вашего ребёнка. Вот. Как можно лучше понять его чувства. То есть, чего он хочет, например. Что он, например, ждёт от нового мужчины. Это как и у него ожидания от нового мужчины. Ну, от вашего мужчины. Что для него важно, что для него ценно. Вот. И так далее. Вот. Это моменты такие, такие очень серьёзные. Вот. То есть, вы вот, то, что вот вы можете сделать сейчас, прямо, то, что вы можете прямо сейчас сделать, это взять своего ребёнка и своего мужчину, посадить их в круг другом, да, ну и сами тоже, и спросить, чего они хотят друг от друга. С каждой. Вот. И вы удивитесь, насколько это скроет проблему. Это не решит проблему, но это вскроет проблему. И с этими проблемами уже можно будет что-то делать. Вот. Вот. Понятно, что кому-то, кому-то, да, кому-то придётся уступить. Это понятно. Вот. Ну и тут уже всё решается индивидуально. Надеюсь, вы понимаете. Тут волшебных рецептов нет. Вот. Вот, да, вот так, вот так можно вам ответить. На этом, собственно, всё. Надеюсь, что мой ответ вам помыл. Надеюсь, что вы сделаете для себя выводы. Надеюсь, что вы получили представление о том, что происходит. Вот. И, соответственно, будете что-то делать. Если у вас остались вопросы по моему ответу, пишите в личку. Буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Игорь Негода kotor